Приветствую! На связи Александр Поляк и в этом видео я расскажу о некоторых малозаметных моментах в серии игр GTA, которые прямо или косвенно связаны с Россией. Тут даже засветится один старенький диск, на котором я нашел небольшую отсылку к Путину. Сперва обозначу две важные вещи. Первое. Многие основные моменты и отсылки уже были показаны у Никиты Форостенко и на моём канале. А в данном видео я лишь собрал некоторые дополнения, которые могут быть косвенными, мелочными, но всё равно любопытными и малоизвестными. И второе. Специально для тех, кто не связывает себя с Россией, хочу подчеркнуть, что такие ролики не носят цель похвастаться тем, что в GTA есть какая-то российская тема. Странно, что некоторые действительно не понимают, что это всего лишь показ разных деталей, которые любопытно узнать игрокам из России, да и из соседних стран тоже. Надеюсь, такого недопонимания больше не возникнет. Ну что ж, а теперь отправимся в GTA, а если точнее, в третью часть серии, где на радио DoubleCleaf FM ведущий по имени Морган Мэри Уэзер упоминает произведение «Лолита», написанное русским писателем Владимиром Набоковым в середине 20 века. Ааа, как Феллини Лолита. Загвоздка в том, что Морган, говоря о Лолите, упоминает Феллини, знаменитого итальянского кинорежиссёра, хотя на самом деле фильм по произведению Набокова снимал другой известный кинорежиссёр прошлого века Стэнли Кубрик. Вероятно, этот ведущий является очередным примером сатиры от Rockstar, которые на этот раз высмеяли псевдоценители искусства, которые не разбираются в том, о чём говорят. Но, естественно, к настоящим ценителям Высокого это не относится. В роликах на YouTube, которые уже были посвящены теме России в GTA, довольно подробно затрагивался автомат Калашникова из разных частей серии. Но есть ещё один Калаш, который всегда находится у нас под носом и также почти всегда остаётся незамеченным. Это образец на витринах амунации в GTA San Andreas. Предполагаю, что перед нами АКС 47, но если кто-то из зрителей может меня поправить и написать более точно, то прошу в комментарии. GTA 4 – это безусловно та игра, в которой моменты, связанные с выходцами из бывшего Советского Союза, лучше разбирать в отдельных роликах. И, наверное, я так и сделаю. Но всё же есть одна немного отстранённая от персонажей и всего такого мелочь, которую, как мне кажется, можно упомянуть в этом видео. Это головные уборы, вроде шапки-ушанки и кепки с российским флагом, которые каким-то боком оказались на одной из витрин ночного клуба Мизанет 9 в GTA The Bullet of Gay Tony. Если помните, эти вещи может приобрести Нико Белик в русском магазине в Хоуф Бич. Один из фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатре GTA 5 – это «Капо Лаворо» – классика в довольно своеобразном исполнении итальянского режиссёра Эммануила Пассурелли. В данном фильме присутствует несколько сцен с лошадью – то она падает, то уже просто лежит, не подавая признаков жизни. По мнению пользователей Википедии, это может быть отсылкой к фильму Андрей Рублёв, известного в мире советского режиссёра Андрея Тарковского. Водка Черенков – известный спиртной напиток в играх HD вселенной GTA. Своим присутствием по большей части отметился в GTA 4, но существует и в пятой части, что само по себе не тайно, но я нашёл пару мелочей, которые, думаю, замечал далеко не каждый. Во-первых, это пара коробок в портовой части Лос-Сантоса, причём других в округе я не обнаружил. Может быть, это местные работники складов, их здесь припрятали, не знаю. А во-вторых, у этого водочного производителя есть запись в Блиттере, зачитывать которую я, пожалуй, не стану, но зато могу показать. Переместимся в Сан-Фьерро из GTA San Andreas. Там, в районе Калтон-Хейтс, CJ может приобрести квартиру на Винди-Винди-Винди-Винди-Винди Стрит. Это одна из достопримечательностей города, которая в жизни в настоящем Сан-Франциско называется Ломбард Стрит. Но это я так, для справки. А любопытно, на самом деле, то, что это одно из знаковых мест русского холма. Это настоящее название одного из районов Сан-Франциско, которое появилось благодаря тому, что ещё во времена Российской империи там находилось русское кладбище. Да, не стоит удивляться, ведь наши предки были в тех землях ещё до того, как вообще появился на свет штат Калифорния. В общем, к сожалению, прямых отсылок в игре это место не содержит, но в действительности это район Русский холм. В GTA 5 на сайте Classic Vinewood есть страница фильма The Many Wives of Alfredo Smith, то есть множество жён Альфредо Смита, сюжет которого, судя по описанию, разворачивается во времена Холодной войны между США и СССР, а в комментариях один из зрителей при этом написал, «Назовите хоть один фильм 70-х, в котором бы кто-нибудь не работал на русских». Эх, любопытно взглянуть на этот фильм, но, увы, в игре это не представляется возможным. Завершить этот ролик я бы хотел одной довольно необычной находкой, которая связывает, как бы смешно это ни звучало, GTA 2 и Владимира Путина. Сразу скажу, что эта отсылка не была сделана разработчиками GTA, но в чём же тогда вся фишка? Сейчас расскажу. Когда-то давно, году так в 2006, мне досталась стопка дисков с играми, распространёнными в конце 90-х и начале 2000-х. Среди этих дисков была и GTA 2. Хоть я и уверен, что это стоящая игра, но за долгие годы этим диском я так ни разу и не воспользовался. Но недавно я перебирал некоторые свои вещи, среди которых наткнулся на этот диск и решил внимательно его рассмотреть. Коробка довольно старая, затёртая, имеет выразительные трещины, но это никак не мешает всё рассмотреть и ознакомиться с описанием. А звучит оно так. Развитая система бандформирований. Заработав авторитет, поддерживай его, и получишь лучшую работу и покровительство. Или вступай в разборки со всеми за свою территорию. Идём дальше. Абсолютно открытый и нелинейный сценарий. Поймав в сортире, мочи где хочешь, иди куда хочешь, бери, что плохо лежит. Затем идёт остальная часть описания, но это уже не важно, так как моё внимание привлекли слова «поймав в сортире, мочи где хочешь». Я сразу вспомнил одно из самых известных высказываний Путина. Может сейчас это знают немногие, но это действительно очень известная фраза, которую Путин произнёс тогда, когда ещё даже не стал президентом Российской Федерации, и вы легко сможете найти подробности об этом в сети. Но сейчас я бы хотел обратить внимание на даты. Та фраза была сказана Путином 24 сентября 1999 года. Выход GTA 2 состоялся через месяц в конце октября, а официальный выход этой игры в России произошёл 4 ноября, то есть спустя более чем месяц. За это время цитата успела разлететься по стране, и российский издатель Бука, видимо, решил этим воспользоваться и довольно удачно применить тогда ещё актуальные слова в описании GTA 2. Я также проверил англоязычные обложки дисков этой игры, и там подобных фраз не нашёл. То есть, если вы вдруг подумали, что эта отсылка пришла из-за границы, или что это просто похожая фраза, которую в таком виде перевели на русский, то нет, это не так. И ещё кое-что. Совершенно не важно, какое у вас или у меня отношение к самой личности человека, сказавшего фразу мочить в сортире. Тут любопытна сама отсылка, как забавный случай в истории российского издательства игр GTA. На этом пока всё. Буду рад видеть ваши оценки и отзывы, и, конечно, подписки на канал, если изволите. А на связи был Александр Поляк, до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok